Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Дмитрия Подлесной. Смотрите в этом выпуске. Дорожный вопрос не сходит с повестки дня. Строительные компании ищут причины образования колейности. Мы вместе с общественниками продолжаем инспектировать улицы, которые на ремонте. Мотоотделение Сибирского легиона готовится к переезду. На Зайчьем острове идет реконструкция ангара для спортсменов. И второй кастинг в реалити-шоу «Батл-бизнес» состоялся. Кто будет бороться за главный приз проекта? Развитие парламентаризма в Сургуте. Члены молодежной палаты при Думе города на внеочередной встрече обсудили вопросы информационной работы с молодыми людьми муниципалитета. Говорили на заседании и о создании передвижной выставки, которая будет посвящена развитию парламентаризма в Сургуте. Об этом Сургут интерновостям рассказал председатель молодежной палаты Юрий Стрелец. Особенность экспозиции, по его словам, будет заключаться в представленной агитационной печати разных десятилетий. Сейчас команда работает над поиском в архивах нужных материалов. По мнению представителей палаты, проект будет интересен и школьникам, и студентам, и историкам, потому как на выставке можно будет познакомиться с материалами из личных архивов. Агентство по страхованию вкладов уже завтра начнет выплаты возмещения вкладчикам Банка Югра. АСВ сообщает, что финансовые операции будут осуществляться через следующие банки-агенты. ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Уралсип и Открытие. Для получения средств вкладчику будет необходимо предоставить только паспорт, а также заполнить заявление о выплате по установленной форме. Бланки можно будет получить в офисах финансовых компаний. При этом АСВ отмечает, что для правильности определения банка-агента вкладчики могут воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном сайте агентства в разделе «Страховые случаи». Добавлю, что максимальная сумма компенсации – 1 миллион 400 тысяч рублей. Подробную информацию о возмещении можно получить по телефону горячей линии агентства «Страхование вкладов» 8 800 200 08 05, а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов». Поехали дальше. Мы продолжаем инспектировать Сургутские улицы в рамках проекта «Город дорог». Однако работу мы построили несколько иначе, чем делали это полтора месяца. Ранее мы заостряли внимание на участках, которые ремонтировались в предыдущие годы и находятся в данный момент на гарантии. Сегодня мы выехали на магистрали, на которых ремонт идет сейчас. Дарья Давыдова продолжит. В этот раз съемки в рамках «Города дорог» начались несколько необычно. Когда мы подходили к перекрестку Университетской и Ивана Захарова, заметили авто, стоящее на аварийках, как раз на срезанном асфальте. Со слов водителя, он пробил оба колеса как раз в месте ремонта улицы. Причем на одном откололась и часть диска. Владелец ленд-крузера собирается разбираться со страховой и дорожниками. Дело в том, что на перекрестке не установлены знаки, которые оповещали бы автомобилистов об идущих работах. Глубина среза асфальта 12-14 сантиметров. Причем в одном месте, какой-никакой, но съезд сделан, в другом дорога заканчивается внезапно. Мы с вами проехали, действительно знаков нет. Впереди вот у нас тут ряд ступенек. Причем одни как бы сделаны. То есть там подкинули этот асфальт. А впереди самая последняя ступенька почему-то не сделана. Перекресток Югорска и Мелик-Карамова. Можно сказать, свежий. Асфальт здесь радует своей ровностью, разметка яркостью. Но и на этом участке у Сергея Глинских возникли вопросы. Канализационные колодцы, которые находятся на проезжей части, провалены примерно на 4-5 сантиметров. Дождеприемник на все 9. Ну почему не сделать люк не 5 сантиметров, не 4, не 3, не даже один, а просто вровень, чтобы люди ехали и не замечали, и радовались. Понимаете? Ведь дорога делается не на год, не на два, там на четыре, на пять. И в течение этих пяти лет проедет миллион машин, понимаете? И каждый второй будет вспоминать либо добрым словом, либо откуда у человека руки растут, понимаете? Как несколько дней назад пояснил Сургут Интерновостям Игорь Газизов, начальник дорожно-транспортного управления Департамента городского хозяйства, претензий к подрядчикам в отношении колодцев и дождеприемников администрация предъявлять не может. Эта позиция в части оплаты не обозначена в договорах. При этом же, по словам Сергея Глинских, в техническом задании к муниципальному контракту по ремонту дорог, напротив, эта позиция прописана. Причем с ГОСТом Р-505-97-93. Впрочем, здесь кто прав, а кто не очень, общественнику еще предстоит разобраться. Как и в другом вопросе, который касался наших июньских съемок. В один из дней мы рассказывали о калиене перекрестки Островского и Нефтьюганского шоссе. Глубина ее составляет 5-6 сантиметров. Гарантийный случай, были уверены мы. Однако, как выяснилось, ошибались. И здесь тоже очень интересная история. Мне ответили, что именно вот это место, оно не ремонтировалось в 2014 году компанией Ювис. То есть, вот этот участок 200-300 метров от профсоюзов до Нефтьюганского, везде он был отремонтирован. А вот это место, где разгоны торможения, где самая большая нагрузка на участок дороги, вот ему почему-то не сделали. Зато по улице Бахилова результаты более позитивные. Там мы также зафиксировали слишком глубокий провал колодцев и дождеприемников, а также колею. Но если по первым двум позициям рассчитывать на ремонт не приходится, то по колейности напротив. Администрация направила в адрес подрядчика предписание с требованием устранить выявленный дефект за свой счет. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Между тем, качество сургутских дорог проверят эксперты из Омска. Компании Ювис, Североавтодор и Автодорстрой заключили соглашение с Академией Сибади. Планируется, что результаты анализов дадут ответ на вопрос о причинах образования колейности на наших магистралях. Представитель Сибади уже отработал в Сургуте. В конце прошлой недели были взяты семь проб на проблемных участках улиц, среди которых и одни из самых загруженных – проспекты Ленина, Пролетарские и Набережные. Дорожно-строительные компании города решением о заказе экспертизы исходят в том числе и из собственных интересов. Увеличенный до четырех лет срок гарантии на качество асфальто-бетонного покрытия заставляет искать новые варианты ремонта улично-дорожной сети. Несколько лет уже применяется новая присадка ПБВ – полимерно-битумное вяжущее. Оно улучшает качество магистрали и повышает его долговечность в том числе и по показателю образования колейности. Возможно ли совсем избавиться от углублений на трассе, как раз и покажут результаты экспертизы. Рекомендательные документы дорожники направят в администрацию, которая выступает заказчиком ремонтных работ. Развитие туризма в России – дело каждого. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о курортном сборе. В экспериментальном режиме со следующего года налог на отдых ведут в четырех субъектах страны – в Крыму, Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях. Программа рассчитана на четыре года. В 2018 сумма сбора составит 50 рублей. Отмечается, что это плата за сутки. Далее уровень сбора увеличат вдвое. Попадут ли под новые требования совершеннолетние россияне, которые пробудут на отдыхе больше суток. Также, согласно документу, предусмотрены и льготы для отдельных категорий граждан. Эксперты уже скептически встретили инициативу властей. Возможно, это повлечет резкий массовый отток отдыхающих с берегов российских на берега иностранные. Проводят электричество и тепло. Сургутнефтегаз отдал мотоотделение Сибирского легиона один из своих ангаров на Заячьем острове. Сейчас в нем ведется реконструкция. В планах перевести двухколесных в новое помещение к октябрю. Сейчас гонщики тренируются на Барсовой горе, на трассе, которую сделали сами. Дмитрий Круковец расскажет подробнее. Новую мототрассу на Заячьем острове открыли в Сургуте 23 февраля 2016-го. Она пока работает в тестовом режиме, но уже в следующем году. Двухколесные Сибирского легиона собираются проводить на ней этапы чемпионата Югры по мотокроссу. В планах также забрать и турниры УРФО и России. То, что она намного комфортнее той, на которой сейчас тренируются парни, подтверждают и сами гонщики. Я ездил там. Там трасса большая такая. В принципе, тут прямые маленькие просто. Можно на Зайчем острове, можно больше газовать. Учебно-тренировочная программа по мотокроссу в Сибирском легионе реализуется с 2001 года. Трассу, на которой спортсмены и учатся ездить, и отрабатывают навыки, и готовятся к соревнованиям разного уровня, тренеры готовили сами. Кусочек земли, который принадлежит Сибирскому легиону. Мы когда здесь появились непосредственно много лет назад, надо было тренироваться где-то. Вот начали потихонечку готовить трассу. Сделали пару трамплинов, насыпали, накатали полотно трассы. И вот теперь эксплуатируем для тренировок. Сегодня в отделении мотоспорта числятся 48 человек. Впрочем, как отмечают преподаватели, специфика технического и экстремального вида оставляет на продолжительные и системные тренировки далеко не всех. Стабильная мотокоманда Сибирского легиона, которая защищает честь Сургута и Югры на заездах по всей России, 15 человек. Посещают занятия около 30 ребят. Добираться до Барсова из города, прямо скажем, не очень удобно. Кого-то привозят родители, кто-то ездит общественным транспортом, кто-то на автобусах, которые организуют руководство легиона. Переезд на Заячий остров, уверенный в отделе молодежной политики администрации Сургута, помог бы сделать мотокросс популярнее. Надеемся, что это привлечет туда дополнительно молодежь, потому что сейчас на Барсово реально трудно молодежи ездить. И условия, скажем так, очень спартанские для этого. Сургутнефтегаз отдал Сибирскому легиону один из своих ангаров на Заячьем, прямо возле мототрассы. Сейчас в нем идет реконструкция, проводят электричество и тепло. На работы зарезервировали 1 миллион 200 тысяч рублей. Но свет и отопление – это еще не все, что предстоит сделать на острове для мотокроссменов. У нас есть второй этап строительства – это там непосредственно обнесение забором, КПП, там будет строительство новых помещений, там мойка, все там специальные сооружения, здания именно непосредственно под мото. Рады и тому, что есть, отметили в отделении мотоспорта. Впрочем, гонщики уже потихоньку готовятся к новой локации. В планах перевести мотоотделение на Заячий остров к октябрю этого года. Дмитрий Круховец, Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. В 2018-м Югра примет 8 крупных спортивных соревнований. Среди них Кубок МСБ по биатлону, Чемпионат России по биатлону, Чемпионат мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе. Геннадий Бухтин, исполняющий обязанности губернатора региона, поставил перед профильными ведомствами задачу подготовить планы работы уркомитетов по каждому турниру не позднее, чем за три месяца до его начала. Также Геннадий Бухтин отметил, что богатый опыт нашего округа в проведении крупных состязаний и в части подготовки волонтеров и обеспечения безопасности и проведения параллельно культурных мероприятий должен быть обязательно задействован в спортивном календаре 2018-го. Добавлю также, что в начале июля заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко заявил о том, что в случае недопуска российских атлетов на Паралимпиаду в Южной Корее в будущем году Россия проведет свои соревнования в Ханты-Мансийске. Мы должны быть готовы к любым сценариям, в том числе и альтернативным паралимпийским играм в Югре в марте 2018-го года. Для этого у нас есть все необходимое. Это инфраструктура, опыт, подготовленные волонтеры, кадры. В любом случае наши паралимпийцы смогут продемонстрировать свои возможности и огорчане станут участниками спортивного праздника олимпийского уровня. В Турции стартовали Сурдолимпийские игры. Торжественная церемония открытия состоялась накануне в городе Самсун. В соревнованиях среди глухих и слабослышащих принимают участие более трех тысяч спортсменов из 97 стран. В сборной России 337 атлетов. Югру представляют семь человек, пятеро – сургутяне. Волейболисты Владимир Шмыгин, Максим Салмин и Роман Симоновский и легкоатлеты Максим Дган и Юлия Любчик. Еще двое югорчан из сборной страны из Нижневартовска. Это волейболист Георгий Плешкевич и теннисистка Анастасия Грин. Завершатся международные старты 30 июля. Попало четыре человека. Я считаю, что должно было намного больше попасть. Потому что мы на протяжении четырех лет показывали игру, равную команде Новосибирска. От них поехало восемь человек, от нас четыре. Ну, главный тренер оттуда, поэтому, в общем-то, удивляться не приходится. Хотя я считаю, что за бортом остались лучшие пасующие Европы и лучшие нападающие Европы. По результатам последней лиги чемпионов. Как минимум, думаю, в призах должны быть. Максимум должны играть в финале за первое место. Крепче за баранку, держись, шофер. В Сургутнефтегазе продолжаются финалы конкурсов профмастерства на звание лучшей по профессии. В этот раз соревновались водители и слесари. Этот профиль один из самых масштабных в обществе. Участвовали 124 человека. А это больше 30 команд. Екатерина Любешева расскажет. Полицейский разворот под восхищенный возгласы зрителей. На работе себе такого не позволишь. Все водители аккуратные и степенные. Такие конкурсы иногда единственная возможность почувствовать себя героем киношных боевиков. Причем все трюки вроде «Змейки» задним ходом выполняются не на легковом авто, а на большегрузе. Вот он наш, на самом деле Дима! Юра, Юль, Гусей и Дима! Начальник каждого из участников считает своего подчиненного образцом, на которого стоит равняться на дороге. От структурных подразделений на итоговый конкурс прибыли лучшие из лучших. Кстати, отточить свои навыки на этом полигоне в нерабочее время не возбраняется каждому водителю. На новые площадки для этого созданы все условия. Здесь мы проводим не только соревнования, но и обучение водителей контраварийной подготовки, вождению автомобилей в сложных дорожных условиях. Далее есть там у нас, как говорится, бездорожье, там участки и Брод, и Лежневка, и Грави, и прочее-прочее созданы. Полигон вот открыли в прошлом году, и как бы уже годовщина, наверное, в июле месяце. Как бы проводим круглогодичные занятия с водителем, повышаем их квалификацию. Василий Стуцаренко из Лентора, можно сказать, потомственный водитель. Многие мужчины из его семейства выбирали эту профессию, и он пошел по их стопам. Василий уже 22 года работает в Сургутнефтегазе и на конкурс поехал без волнений. Почти. Тут больше волнения за счет вот этого соревновательного момента, процесса. В работе тоже тяжело, но стараемся справляться со всеми рабочими моментами, как говорится. Ну и достойно выступать на соревнованиях, представлять свою команду. В каждой команде, кроме трех водителей, есть слесарь. Его задача на соревнованиях – разобрать и снова собрать тормозные колодки. Как автомат Калашникова на скорость. Да вот только с автоматом в армии, признаются участники, было легче. Старались тренироваться каждую свободную минуту, не отвлекаться там на мелочи, а старались потренироваться. Каждое движение должно быть доведено до автоматизма, над этим мы работали. Лидером среди водителей стал Денис Асфандияров, среди слесарей – Роман Кузьмин. Командное первенство завоевало Федоровское дорожно-ремонтное строительное управление Треста «Сургутнефтедорстройремонт». Для «Сургутнефтегаза» это завершающий этап конкурса профессионалов. Однако водители предприятия регулярно участвуют и в федеральных соревнованиях, проводимых Министерством транспорта. И занимают порой очень высокие позиции. Екатерина Любешева, Борис Шабалдов, «Сургут Интерновости». В телерадиокомпании «Сургут Интерновости» прошел второй завершающий кастинг в реалити-шоу «Баттл Бизнес». Из сотен поданных анкет для прохождения собеседования с экспертами проекта были отобраны только 14 претендентов. В следующий этап пройдет только половина из них. Кто будет в течение восьми недель учиться основам предпринимательского дела у ведущих экспертов и бизнесменов Югры, объявят уже завтра. Подробности в материале Виктории Дрягиной. На второй кастинг в реалити-шоу «Баттл Бизнес» Антон Луганский пришел со своей семьей. Его группа поддержки уверена в силах папы, ведь харизмы и креатива у него не занимать. Своей сильной стороной Антон считает многогранность. Мужчина занимается музыкой, спортом, пишет стихи и увлекается компьютерами. Есть масса интересных идей у меня, которых у нас нету. Да даже, может быть, в стране еще нету такого. Так что надеюсь, что получится мне это продвинуть. Воплотить свои идеи в жизни – это цель и других участников второго кастинга «Баттл Бизнеса». Кто-то из них работает офис-менеджером, кто-то – врач с 30-летним стажем или совсем недавно получил на руки результат ЕГЭ. Этим вечером их объединила одна мечта и страсть – стать предпринимателем. Я жду от проекта в первую очередь новые знания, также новый опыт полученный. Я думаю, он очень будет полезен в дальнейшей моей деятельности. Я нахожусь на данный момент в декрете. Планирую потом из первого декрета пойти в другой и хочу попробовать себя в бизнесе. Я здесь все-таки увидела перспективы в первую очередь, так как было озвучено, что нас будут учить, с нами будут заниматься. У нас будут вкладывать какие-то знания. На кастинге участники воодушевленно рассказывали о своих проектах. Для многих открытие бизнеса не просто мечта, а действительность. Одна из участниц Анастасия Сушкина призналась, что на конкурсе она для того, чтобы выиграть. И после прихождения этапа презентации девушка еще более уверилась в своем успехе. Страшно волновалась. Но все прошло хорошо. Я от чистого сердца рассказала про свой любимый проект. И я надеюсь, что всем он понравился. Помогать участникам батл-бизнеса воплотить мечту в жизни будут управления экономики и стратегического планирования администрации Сургута. А также эксперты в лице ведущих предпринимателей Югры и специалистов торгово-промышленной палаты. Организаторы вовсю готовят испытания и задачи для тех, кто пройдет кастинг. Соревнование за главный приз начнется совсем скоро после объявления семерки участников. Состоится оно в четверг, 20 июля. Виктория Дрягина, Анатолий Метельченко, Сургут, Интерновости. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, прессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Пора что-то менять в жизни. Например, переехать в новую квартиру. В Сургуте открылись продажи готового жилья в доме Полусольцева 30. Цена квартир от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Возможно приобретение без первоначального взноса и по ипотеке от 10%. Компания «Сиппромстрой». Добро пожаловать домой. Только в эфире «Лаврадио». Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «Лаврадио». И о погоде на 20 июля. Здравствуйте. В студии Алена Раковская. В предстоящий четверг в атмосфере большей части Югры ожидается господство антициклона. Этот барический купол будет оберегать жителей Хмао от ненасти и обеспечит облачную погоду с минимальной вероятностью осадков и очень комфортным ветровым и температурным фоном. Ночью в Сургуте окрестностях небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12,17. Утром в городе и окрестностях переменная облачность без осадков. На столбиках термометров 19,22 градуса тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура плюс 23,28. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2017». Распродажа в салонах обуви «Саламандр». Скидки до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба. Карапуз заявляет прямо. Не увиливая, как это любит реклама. Распродажа должна быть честной, двухколесной и повсеместной. Велосипедная распродажа уже в Карапузе. Всегда радостные покупки для детей в магазинах Карапуз. Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всех благ. Будьте здоровы. До свидания.